Украина Мне кажется, война закончилась за 2-3 дня Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за 2 дня Чего ее побеждать-то? Господи, ну Украина Подавили эти огневые точки Вот мы рекламную паузу это обсуждали И Киев будет взят так быстро Полтора-три дня Два дня, а потом падение города Уничтожило за пару дней Катастрофе в СУ в районе Киева Осталось буквально несколько дней Как вы знаете, танки на подходе к Киеву Уже танки в Киеве Они рассказывают о сгоревшей вате О перемогах Под Верховной Радой мы увидим зеленых человечков Мы, может, через полчаса Сутки еще будут продолжать Да, еще, я думаю, да, процесс идет Танки уже возле Киева Третья, пятая, максимум 8 марта уложатся Зачистка Харькова будет завершена завтра В следующей неделе закончатся военные действия Все решится в ближайшие 2-3 дня Одесская область, она уже не б***ь Эта война продлится, ну максимум 3-4 дня С нами Бог Мы русские, с нами Бог А что там глазами очевидца? Не вот этими победными реляциями Реально, что там происходит? Глазами очевидца, значит, надолго мы завязли С той стороны воюет хорошо Особенно хорошо работает артиллерия Ребята очень много перемалывают Артиллерия, очень много осколочных ранений Вот, это основная масса Значит, второй вариант Это слабая у нас радиосвязь Самая поганая Вот, и, конечно, обеспечение И третье, слабое взаимодействие войск Вот, к сожалению, все это есть Сейчас спецоперация Наконец наступит 42-й, 43-й год Когда начнется какие-то уже нормальные Нормальное ведение войны Не спецоперации, а войны Это война Вот, и Наконец-то будут уничтожаться Железнодорожные узлы Дороги Значит, добьют наконец-то Все аэродромы противника Там говорят, что они уничтожены Это неправда Дроны поднимаются Вертолеты поднимаются Вот, соответственно Поставки вооружения, техники Из-за границы Осуществляется с большой периодичностью То есть с частотой Все это есть Почему это не уничтожается Для меня большая, огромная загадка Кинули войска в лоб И думали, что вот так сейчас они все разбегутся Как в 2014 году Когда они в карты попадали И в панике там, да Не знали, что делать Сейчас другая у них армия Совсем другая Подготовленная Четкая артиллерия Пристреленная Вот и все То есть ясно, что сейчас Мы де-факто начинаем воевать Со странами НАТО Мы же воюем не с украинскими генералами Мы воюем с объединенным штабом НАТО Это не Украина Это НАТО Это все их мощности Которые сейчас против нас Все их оружие Все их вооружение Все их экипирование Соединенными штатами Америки Круглосуточно Они по железной дороге Поставляют оружие Круглосуточно По земле То есть завтра рано утром Уже Николаев Может быть освобожден От бомбанской власти На сегодняшний момент Можно говорить о том Что Николаев Уже в плотном кольце блокады А в районе Николаева Херсона Российские войска Постепенно подавливают ВСУ И медленно давят По направлению К Николаеву И в николаевских пабликах Тоже распространяется Волна паники Что русские войска В ближайшее время Могут пойти на штурм органов Ну и также каждый день Приходится новое и новое сообщение О том, что Николаевску губернатору Ким Уже никто, как говорится Никуда не идет Нажим российских войск На Николаевский гарнизон С каждым днем Станут все сильнее и сильнее Уничтожаются его тылы Уничтожается артиллерийская группа По сути катастрофе в ВСУ В районе Киева И для Киева на самом деле Это очень тревожный звоночек Потому что, как показывает опыт Предыдущих боев Для любого опорного пункта Это предпоследняя его стадия Штурм Киева был отменен И группировка, которая готовилась Для этого Она стала бессмысленной То абсолютно не исключено Что либо сегодня к вечеру Либо завтра Они сомкнут кольцо окружения Вокруг Огромный, подчеркиваю Группировки войск на Донбассе То есть огромный котел Который далее будет уничтожен Вытаскивать войска С донбасского котла Пока еще не поздно По сути то, что вижу я Что сейчас вооруженные силы Парализованы Парализовано все Парализованы средства массовой информации Парализованы МВД Парализованы Но СБУ первые убежали Они уже наверное Сжигают документы Для того, чтобы вступить в ФСБ Я думаю Флота авиации ПВУ Украины Больше нет Да, я это уже сказал Украинские военнослужащие Пока что не чинят препятствий В продвижении российских войск Идет колонна русских войск Сдерживать их просто некогда Полная какая-то Ну Растерянность У Украинских СМИ Украинские СМИ Это трэш Там смотреть нечего Но Украинские СМИ В принципе От них можно сразу отписаться Заявление Главнокомандующего ВСУ Залужного О якобы Потерях Российских самолетов И бронетехники Является Полным враньем Минобороны Российской Федерации Склонен верить В этом случае Склонен верить Может быть даже до ночи еще Но уже темное время суток Подойдут к предместьям Запорожья Все больше и больше сообщений О том что Российская техника В Киеве Похоже что За сегодняшние сутки Полностью Харьков под контроль Взят не будет Возможно Зачистка Харькова Будет завершена завтра Не думаю что Киев будет штурмовать Росгвардии А вот зачищать Брать под контроль Под полный контроль Чтобы не было такого То взяли То не взяли Переходные периоды Что у них есть Посмотреть на этот бюджет Военные украинцы Американцы сбросили им Списанные катера Ну берите Они Грубо говоря Похерили свой флот Свои ВВС Свои самолеты У них ничего нет Чем они будут воевать? Старыми просроченными снарядами У них есть достаточно снарядов Для своих Достаточно патронов Достаточно запчастей Только то что осталось Идет на складах советских Больше ничего нет Так что все эти угрозы А новой Обеспеченной Современными вооружениями Армией Это глупость Работа на публику Пусть они сделают Хотя бы одну ракету Которая будет летать Посмотрим Пока Ничего Путного Они не смогли сделать Завершили также Окружение Вот этой группировки Которая Основная Которая стояла Под Донецком То есть Как я понимаю Там развитие Все-таки пошло Ну вчера ночью По крайней мере Говорили Эту группировку Давно уже практически Окружили Уже почти две недели Сначала операции Ни одного города Не взяли Ни в одном городе Не сменилась власть Наоборот Все что происходит Только укрепляет Власть в городах Так какой оперативный план был? Мне не докладывали Точно не докладывали? Да молитесь на то Чтобы Россия Вас не уничтожила За пару дней Молитесь Кажется, что Наверное Мы все-таки Возьмем под крылышко Всех этих бедных граждан И все будет хорошо Я думаю, что Путин создаст Для них лучшие условия Для жизни И там И здесь Украина Станет вторичным Государством Которое не будет Принимать ни в чем Участие А мы будем Забирать эту Землю себе Правильно считаете? Это так и было Раньше Все возвращается К своим истокам Надо ее снести За землю И все Украину? Да А зачем она нужна? А потом кого сносить еще? Больше Просто До кучи Победим Украину Осталась неделька Все Редактор субтитров А.Семкин